Обсудили новые точки взаимодействия по развитию туризма в городах популярного маршрута. Межрегиональный проект «Золотое кольцо 2.0» направлен на увеличение туристического потока. Владимир – один из ключевых городов знаменитого маршрута. Потому наш город стал одной из площадок, где сейчас обсуждается программа перезагрузки. Задача наша основная – просто найти общие моменты пересечения, общий вопрос интереса, создать возможность единого пространства под логотипом «Золотого кольца», для того, чтобы можно было презентовать людям, начиная от гостиничного бизнеса, общепита, всех туристических исторических мест, для того, чтобы можно было объединить маршруты. По программе перезагрузки знаменитого «Золотого кольца» во Владимире состоится ряд встреч. С коллегами из Ярославля сегодня речь шла о взаимодействии властей с частными музеями и помощи им. Где мы можем оказать содействие, где мы можем информационно подсветить мероприятия, которые организуют наши частные музеи. Потому что вся эта совместная деятельность, она, конечно, во благо и бизнесу, и городу. Потому что таким образом мы вместе развиваем туристическое направление наших городов. Гости из Ярославля приехали перенимать опыт нашего города по сотрудничеству администрации и частных музеев. И Владимиру есть чем поделиться. Так, в 2015 году у Владимира распахнул двери музей ложки. Такого нет ни в одной стране мира. Его основатель – коллекционер Татьяна Пикунова. Она рассказывает, уникальный проект удалось воплотить в жизнь, в том числе благодаря поддержке администрации города Владимира. Есть эта помощь, она есть однозначно. Она была как на уровне первоначальной поддержки от замысла, от идеи, когда просто тебе сказали, что да, это будет для города важно. Делай, и мы тебе поможем. Конечно, идет речь не про финансовую помощь, но ресурсами. Администрация города в первую очередь помогает музейщикам в информационной поддержке. Это для представителей турсферы крайне важно. Ведь мало создать экспозицию, важно привлечь в музей посетителей. Помогает в этом, например, городской туристский информационный центр. Там гостям областной столицы представляют частные музеи Владимира. И как раз задача, чтобы туристский информационный центр, тот поток туристов, который приходит, он его уже сегментировал и предлагал ему полный набор, спектр вот этих вот развлекательных, познавательных мероприятий. Для этого мы должны информационно включить систему частного бизнеса сюда. То есть человек, приезжая посмотреть крупные достопримечательности, должен дополнить спектр впечатлений этим. Работа с частными музеями – лишь часть развития легендарного «Золотого кольца». Перезагрузка только началась. По обновлению туристической программы еще многое предстоит сделать. В том числе сейчас на стадии согласования единый календарь событий городов «Золотого кольца». Там отмечены и Владимирские мероприятия. Например, в числе лучших – фестиваль «Вишневый спас». Ирина Шульга, Алексей Ковалев, Владислав Панин, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова